Всем салют парни, с вами Реваз. Данный видеоролик это новая серия нашей рубрики Путикс сотни миллиардов на проекте Резон РП. На данный момент мы активно скупаем биткоины на нашем аккаунте, купим азакойны, ну а также откладываем деньги в личных своих домах. Из 12 домов, которые я имею, в первых 4 у меня располагается по 2 миллиарда, суммарно у меня отложено в домах 8 миллиардов. Если так посчитать, чисто деньгами, вот прямо сейчас у меня уже есть на аккаунте более 50 миллиардов. В моем ломбарде города Лос-Антос мне на продавале довольно-таки немало ларьцов пилота, которые мы в принципе сейчас пооткрываем и попытаемся выбить касты на самолет. И давайте еще отправимся к ломбарду городе Сан-Фьера. Капец, сколько же ларьцов мне здесь продали, давайте все это дело забираем. Ларьцы конечно сливают прям довольно-таки активно, надо будет потом пойти и продать их все на Вайсити. Так, в принципе все, ларьцы я позабирал, этого я думаю мне хватит. Когда последний раз выбивали самолет? Ты последний раз выбивал, так, ну тогда хорошо. Начал, короче, открывать первый стак наших ларьцов, давайте наша цель выбить касты на самолет. О, боже мой, боже мой! Я открыл буквально 40 ларьцов и выбил касты на самолет Люксор Делюкс. Блин, ну это просто капец, ё-моё. Как же прям хорошо я сейчас вот эти ларьцы докрутил. Дефолт, ГГ опять самолеты убивает, да? Мне сейчас в последнее время пишут очень много людей, которые хотят у меня купить данный самолет просто по оверпрайсу. У нас еще осталось 100, 200, 300, 400, 500, 600, почти 700 ларьцов. Как минимум за 900 миллионов мы сейчас можем продать данный самолет, это получается на фармире мы сейчас 860 миллионов. Сейчас, короче, закупаю евро в банке, чтобы пополнить баланс в ломбарде, а то более я закупать уже не могу, деньги там закончились. Серго, сколько ларьцов-то открыл, если не секрет? 40! Прямо сейчас я покажу вам один из серваков на Аризоне, на котором у меня просто куча различного топового имущества. Продав которое, я смогу с легкостью полученные все деньги перевести на свой основной сервак, а именно на Юму. Ну что ж, прямо сейчас мы с вами зашли на сервер Гилберт. Что же у меня тут такое есть? Этот сервак открылся год назад, заходил я на него со своими друзьями, в числе которых была ютуберша Малая. По большему счету заходил я сюда, чтобы помочь ей, потому что она переходила полностью на данный сервак. Мы помогали прокачивать ей промокод, помогали ловить бизнесы, но в конечном итоге Юля забросила снимать сам и перешла в GTA 5. На данный момент, давайте заходим в статистику нашего аккаунта, у меня 38 тысяч азекоинов, 1 миллиард 800 миллионов и, что самое главное, 193 тысячи биткоинов. Ну и еще вот в банке 318 миллионов. Здесь, на Гилберте, в банке просто куча биткоинов и давайте прямо сейчас я на всю свою котлету закуплюсь этими биткоинами. Так, пока что в принципе все, 300 миллионов давайте оставим. Потратил 1,5 миллиарда и сейчас у меня на аккаунте уже 267 тысяч биткоинов. Ну и теперь самое главное, что касаемо имущества, у меня есть на этом аккаунте. Так, давайте окрасиваться, оплатим налоги. Оплатить налоги за бизнесы. У меня на этом аккаунте 6 бизнесов, в которые выходит самый топовый бар 165, СТО у фермы, аукцион контейнеров, ну а также максимально прокачивая нитьевышка 30 уровня. Я думаю, каждый понимает, что продав такие бизнесы, можно получить просто кучу денег. К примеру бизнесов, которые я сейчас вам показал, сейчас я вам еще покажу свою халупу эконом-класса. Вот этот вот дом Мэтт Дога также находится на моем аккаунте. Покупал я его еще год назад на аукционе на этом сервере. Если есть смотрящие данные видеоролики из Кили Бомажора, имейте ввиду то, что данный дом я готов продать, только за адекватную разумную цену. По дешману, говорю, сразу отдавать не буду. Кто больше даст, тому и продам. Касаемо бизнесов, которые я держу, вот давайте прямо сейчас я подлетел к 165 бару. Заходим в статистика за неделю. Так, сейчас что-то прибыль на самом деле довольно-таки сильно просело. На прошлой неделе было гораздо больше. Монополию баров на этом сервере я держу с таким ютубером, как Катсу Баби Тейп. Прибыль с этих баров мы с ним делим поровну. В будущем мы договорились с данным ютубером, то что данный бизнес я ему продам. Как только он накопит нужную сумму денег. Судя по прибыли 165 бара, его стоимость можно спокойно оценивать в минимум 20 миллиардов. Касаемо аукциона контейнеров, я его также держу 50 на 50 с топовым донатером на этом серваке. Когда мы покупали данный бизнес с Юлей, мы договорились с топовым донатером, то что половину азекоинов закидывает он, а половину азекоинов закидываем мы. Таким образом данный бизнес мы на двоих забрали. Прибыль в этом бизнесе вот примерно вот такая. Тоже что-то на самом деле просело. Такой бизнес тоже спокойно за миллиарды 20, может быть даже за 30 можно будет продать. Касаемо нефтевышки, которую я имею, она прокачана до максимального 30 уровня. Я точно не знаю сколько она стоит, но вроде как такие оценивают в минимум 15 миллиардов. Давайте сейчас снимем все азекоины, которые тут накапали. 27 590, все это снимаем, все. 66 тысяч азекоинов, 267 тысяч биткоинов. Касаемо всех остальных бинансов, я снимаю только тогда, когда там накопится очень большая сумма денег. С аукциона контейнеров и 165 бара мы снимаем по 1 миллиарду, как только накапливается максимальная сумма, именно 2 миллиарда на банке бизнеса. Суммарно если сложить прям все, дом мыть долго. Все бинансы, которые мы имеем, то что у меня есть на аккаунте, по вертам, для Юмы, по крайней мере, это выходит более чем 100 миллиардов. Суть еще в том, то что курс покупки вайсити коинсов на Гилберте около где-то 130, а продажи на Юме 200. То есть, что вы понимали, если прямо сейчас я начну продавать все имущество, которое есть у меня на этом серваке, закуплю далее на все эти вертывые сети коинсы, я смогу перевести на Юму более сотни миллиардов. Тем самым могу просто разом закончить всю рубрику. Но, сразу говорю, таким путем мы не пойдем, я смогу спокойно сделать эти 100 миллиардов, даже без помощи Гилберта. И еще такой очень важный момент. У меня на Аризоне, на многих серверах ранее, было просто куча бизнесов. Но я все просрал. Просрал потому, что я просто лентяй. Мне просто было максимально похер на все эти бинсы, мне было в падлу заходить и их оплачивать. Итогом чего, они все просто послетали в ГОС. Слетали АЗСки, Риэлторка, 51 бар, топовый магазин 23 на 7, топовый магазин одежды у центрального рынка, топовые особняки, те же карты на сюрпризе, которые я просрал в ГОС. В общем, за все мое пребывание на Аризоне, я просрал много-много чего интересного. Суммарной стоимостью, точно более чем 100 миллиардов. Сейчас же, чтобы не просрать все на Гилберте, застрахую все свои бизнесы. Вернулся, короче, обратно на Юму, и прямо сейчас у меня вот есть человек, который хочет купить мой люксор, который мы выбили в этом видеоролике, за 900 миллионов. Давайте его тпхаем. Нифига себе, у него Йилда. Деньги у него имеются, давайте погнали. Так, давайте начинаем обмен имуществом, добавляем сюда транспорт, люксор делюкс. И получаем за него 900 миллионов. Так, все, деньги он выстоял, давайте все это дело забираем. Все, 5 миллионов комиссия, 895 миллионов мы получили. Благодарю. Я довольно-таки активно продаю на Vice City вещи, у меня там уже почти 20 миллионов Vice City коинцев. По-хорошему, миллионов 50-100 нужно там подфармить. На этом, в общем, парни, 9 серия нашей рубрики «Пути к сотне миллиардов» подходит к концу. В этой серии я показал вам свой жирный аккаунт, который у меня есть на серии Gilbert. Мы с вами выбили кастом на самолет, продали его, заработали довольно-таки немало денег. Как только набираем на данном видеоролике 2000 лайков, выходит новая серия. Всем желаю удачи.